Меньше месяца осталось до подведения итогов 8-го городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». В 2017 году участниками конкурса стали 108 многоквартирных домов Заречного. 11 августа конкурсная комиссия провела открытое выездное совещание, в ходе которого оценила дворы, претендующие на победу в номинации «Лучший цветник». Они были определены в результате отбора на полное соответствие условиям конкурса. Критерии определения победителей – это оригинальность задумки цветника, качество исполнения, то есть уход за декоративными растениями. И еще один важный критерий – это количество жителей, принимающих участие в реализации этих мероприятий. Кроме того, поскольку в этом году конкурс посвящен предстоящему юбилею города 60-летию, поэтому дополнительный балл будет даваться тем дворам, которые смогли тему юбилея города каким-то образом отразить на своих внутриквартальных территориях. Претенденты на победу в самой многочисленной номинации разбиты на три группы. Дворы, участвующие в конкурсе от одного года до трех лет, от трех до пяти и от пяти до восьми лет. Организаторы посчитали, что новички не должны конкурировать с постоянными конкурсантами. Впрочем, это деление условно. По мнению судей, все дворы достойны поощрения. Вы знаете, на самом деле я просто поражен и удивлен. Вот сколько смотрю, столько удивляюсь. Настолько творческие люди подходят, настолько с любовью. Каждый двор можно оценивать просто на самый высокий оценок. Просто замечательно. Вы уже сделали свой выбор? Не скажу. Мне очень тяжело. Тут все заслуживают на самом деле. Все. Конкурсная комиссия посетила 13 дворов, отобранных жюри в качестве претендентов на победу. Судьи выставили баллы каждому из участников и уже определились со своими предпочтениями. Я бы, конечно, всем присвоил первое место, но выбор нужно делать, нужно определяться. У меня уже есть определенные номинанты, которых, я считаю, нужно отметить. Но сейчас я вам, понятно, не скажу, потому что это будет у нас храниться в тайне до самого подведения итогов. По мнению председателя конкурсной комиссии, главы города Олега Климанова, непрофессиональные ландшафтные дизайнеры достигли такого уровня, что рамки конкурса уже становятся тесными. Я даже предложу ввести еще одну новую номинацию. Там, допустим, есть дворы, которые, ну, по своему какому-то пока оформлению еще не тянут на призовые места, но по стремлению людей, по тому, как они хотят сделать вот то, что было и то, что есть. Вот эта номинация за, ну, не знаю, как мы ее назовем, там, стремление к чему-то еще. Ну, вот такую номинацию мы придумаем, я думаю, что мы ее сделаем. Какие из зареченских дворов участников 8-го городского конкурса общественных инициатив станут победителями и призерами, станет известно менее чем через месяц. Итоги будут оглашены 6 сентября во Дворце культуры «Современник». Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телеразиокомпания «Заречный».